Всем привет! Это обзор на процессоры AMD Ryzen 3 700X и 3 800X. Для тех, кто не в курсе, это один и тот же процессор с 8 ядрами и 16 потоками. Ryzen 3 800X это процессоры с более удачными кристаллами, а соответственно и с более высокой базовой и максимальной частотами. О реальных частотах и потенциале разгона чуть позже. А сейчас пару слов о их главном конкуренте в этом обзоре процессоре Intel i9 9900KF. По сути это тот же 9900K, но с отключенной графикой. Я бы даже сказал, что это его более удачная версия, так как у меня без проблем он заработал на частотах 5 ГГц по всем ядрам. Он запускался и на более высоких частотах, но протестер STS Linux с напряжением не более чем 1.36V не мог. Это именно то предельное напряжение, на котором стабильно брались 5 ГГц и при котором процессор был на грани температурного лимита, так как некоторые ядра в пике прогревались до 90 градусов и выше. Процессор 3 800X прогревался примерно так же, если судить по параметру CPU Package, но на самом деле он прогревался заметно меньше, если верить утилите Ryzen Master. При этом его напряжение было заметно выше – 1.43V. Именно при таком напряжении процессор с частотой 4.5 ГГц по всем ядрам проходил стресс-тест Linux. Более высокую частоту 4.6 или 4.7 ГГц я смог взять, но стресс-тест на этой частоте процессор не мог пройти даже с напряжением 1.53V. То есть разгонного потенциала у процессора нет, но с заявленной частотой он держит, причем по всем ядрам. Чего нельзя сказать про процессор 3 700X. В его случае все что я смог получить, так это только 4.25 ГГц, при этом он стабильно проходил стресс-тест при напряжении не ниже 1.36V. Раз уже заговорили за тестирование, то давайте расскажу вам про тестовый стенд. Процессоры охлаждались кастомной водянкой с трехсекционным радиатором. Процессоры Ryzen я тестировал на материнских платах MSI X470 Gaming Pro Carbon и Asus X570 Crosshair 8 Hero. Скажу сразу, разницы в производительности на разных чипсетах я не заметил, от слова вообще. Больше решалась система питания материнки, чем ее чипсет. К примеру, как я уже сказал, 3 800X взял 4.5 ГГц по всем ядрам при напряжении 1.43V, но это напряжение на материнке Asus. На материнке MSI, у которой и элементная база заметно проще, и распределение нагрузки хуже, процессор стабильно заработал при напряжении 1.48V. Следующее, это оперативная память. G-Skill 2 плашки по 8 ГБ с частотой 3200 МГц и таймингами 14-14-14-14-34. Сравнение производительности на разных частотах в этом видео не будет, так как мне не удалось добиться стабильности ни на 3800, ни на 3600 МГц. К тому же, для частоты памяти 3800 МГц материнка отказывалась устанавливать 1900 МГц для шины. В автомате она устанавливала 1800, а при ручной настройке просто выскакивал посткод C7 и я ничего не мог с этим поделать. В общем, я все тестирование провел на встроенном профиле XMP, а разбор зависимости производительности от частоты памяти оставил для будущих видео. За графику отвечала видеокарта 2080 Ti, также как и процессор под жидкостным охлаждением, но с отдельным контуром, чтобы ее нагрев не влиял на процессоры. Сама карта была в щадящем разгоне, дабы исключить малейшие проблемы со стабильностью. Тестирование производилось в разрешении 2560 на 1440, с высокими и ультра пресетами настроек. Запитывал тестовый стенд новый блок питания, киловаттник от FSP, обзор на который я сделаю в будущем. И без лишней воды перейдем сразу к тестам. Сначала тесты на многопоток. Первый тест, обновленный 20-й CyanBench демонстрирует нам, что новый 3800X с частотой 4500 МГц обходит 5 ГГц i9 на 8%, а процессор 3700X обходит i9 на 100 баллов при частоте 4,25 ГГц. А это значит, что или процессоры AMD хорошо заточены под эти бенчмарки, или производительность на такт AMD заметно выше. В уже старом 15-ом CyanBench ситуация для процессора Intel складывается еще плачевнее, так как разрыв только увеличивается. Два других теста, которые я обычно провожу во время тестирования процессора, это Corona и Test для CPU V-Ray, уже не показали такой разрыв, но в то же время показали идентичную производительность при заметной разнице в частоте. В тесте PCMark10 процессор i9 все-таки обошел немного своих конкурентов, так как практически все офисные и самые бытовые приложения не оптимизированы под многопоток. И разница в частоте, хоть и не пропорциональна, но дала о себе знать. Хотя в реальной жизни, я уверен, разницу вы даже не заметите. Здесь больше другой момент. Часто бывает, что именно под платформу AMD разработчики плохо оптимизируют свой продукт, ввиду того, что систем на AMD значительно меньше, чем на Intel. Но не уверен, что все вскоре изменится, так как процессоры от AMD займут значительно больше процент рынка, чем есть сейчас. Ну и конечно же производительность в играх. Здесь ситуация в какой-то мере повторяется как и с приложениями, так как разработчики игр не спешат оптимизировать свои игры под многопоток. А всем старым играм больше важна частота у одного-двух ядер, чем общая производительность. Но в большинстве игр визуальную разницу в производительности процессоров вам будет заметить сложно. Во-первых, зачастую упор в играх идет в видеокарту и 4,5 ГГц для процессора хватает с головой. А во-вторых, эта разница вам может и не понадобиться, когда у вас и так средний FPS за сотку или около того. Небольшой косяк за мной в этом обзоре, я опять забыл протестировать последний Battlefield, а для Metroid Sport для процессора 3700X потерялся файл при переносе данных. Но в целом вы и сами сделаете вывод по производительности, а я в конце видео озвучу свои мысли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok